Продолжение следует... Самира на ПБЕ. И это абсолютная правда. Самирочка появляется. Вот она. Вот она. The Desert Rose. Что переводится как Роза... Десертная Роза. Да нет. Вылетело слово из головы. Пустынная Роза. Вот. Пустынная Роза. Так она выглядит. Давайте я вам покажу ее поближе. Геймплея как такового на нее еще нет. Но это определенно точно уже понятно, что Шуримовский чемпион, который будет жить в Нексусе. Потому что у нее есть целая история, в которой написано, что она смотрит глаза смерти после того случая, который произошел в ее жизни. Она потеряла свой дом в Шуриме, который был уничтожен пока она была маленькой. После этого она нашла себя в Нексусе, где начала строить себе репутацию стильного убийцы-маньяка. Самые опасные миссии выполняя раз за разом. И после этого бла-бла-бла. Она... Получилось супероружие, бла-бла-бла. И все эти... События привели ее... В этот... В Нексус... В Нексусе. В Ноксусе. В Нексусе-Ноксусе. В Нексусе она будет убивать нам с вами, когда будет в Лиге Легенд. Давайте посмотрим, как она выглядит. Я немножечко музыку сейчас прекращу, потому что хочу вам показать, что это еще, как мне кажется, прототип русского чемпиона. Слушайте внимательно ее акценты. Слышите это все? Слышите, ребята, это все? Войс уже выложен. И выложена ее... Ну, не геймплейка, а вот просто как она танцует и так далее. Вы можете видеть, как это чемпион выглядит. Это женский персонаж, Ада Керри. Возможно, топ-лейнер, возможно, мид-лейнер. Ее, как обычно, можно играть везде. Найт Блу ее сыграет, конечно же, еще и в лесу. Я тоже попытаюсь ее сыграть в лесу. У нее есть ближнебойные атаки и дальнебойные атаки. Сейчас я все ее навыки вам расскажу. Но по голосу прям видно, что Райт Геймсы сделали нам еще одного русского, ну, либо украинского персонажа. Потому что именно так изображают постоянно они русский акцент, англоговорящий. Вот именно так, им образом, они говорят, что русские общаются на английском языке. Это явное клише. И учитывая, что сделали персонажа, воинственную особу, которая потеряла свой дом и нашла себе дом в другом месте, возможно, это даже отсылка к фильму от Marvel, там, где Скарлетт Йоханссон снимается. Я забыл, как ее зовут вообще. Все вылетело из головы. Ребята, я только проснулся. Тут выясняется, такой чемпион выходит. Надо в срочном порядке все рассказывать. Есть ее статы уже, в которых написано, что у нее дальность автоатаки 500. Это не так высоко, но у нее есть интересная пассивка. Про нее потом прочитаю вам. Эти все статы могут еще поменяться. Просто, чтобы вы знали, 600 хп дали ей начальное. 500, дальность автоатаки. АД, базовая, 59, тоже маловато, но у нее, опять же, есть пассивка. Базовый армор, 28, маловато. Вот это вот, кстати, точно маловато. Магическую защиту... Где там магическая защита? Что-то в упор не вижу. Я вижу ману, а магическую защиту не вижу. Армор есть, магической защиты нет. Ну, значит, чемпион без магической защиты. Ну ладно, не суть важна. Пассивку прочитаем чуть позже, потому что надо все по порядку делать. Ну что ж, давайте по порядку. Цифры не обращайте внимания, то, что здесь написано, потому что они еще будут меняться. Пока здесь написано, что 0 урона, 20, если замаксишь, конечно же, это число будет другим. Самира стреляет вперед, нанося урон по первому врагу. Нет картинки этого всего, как она стреляет, или видео, но мы можем видеть с вами на вот этой картинке, что это будет конусный удар с центральным каким-то потоком. Этот центральный поток где-то здесь обрывается. Это явно видно. Учитывая, что у него рейндж заклинания будет явно больше, чем рейндж ее автоатаки, то дальше описание становится более понятно. Если заклинание цепляет врага в ближнем, в ближнем бою, написано здесь, то тогда Самира достает свой меч и режет его нахрен. Если же нет, то тогда просто стреляет. В любом случае, она наносит крит здесь на 25% больше урона, если она критует. То есть, critical strike, надо ей собирать, будет обязательно infinite age в атаку. Если же она кастует это заклинание, кушку, во время своего wild rush, wild rush, это ее ешка, к ней сейчас тоже перескочим, тогда она будет наносить урон по всем врагам, не только по первому, как здесь было написано, а по всем врагам, пока не закончит свой полет. А теперь, давайте вернемся к ки... ну, перескочим к ешке, а потом вернемся уже к W. Самира прыгает на врага либо союзника, нанося по ним урон мечом, получая скорость атаки. Когда убивает чемпиона вражеского, это заклинание откатывается. Это практически получается описание Ирелевсовского прыжка. Только Ирелевсовского убивает любых юнитов плюс чемпиона, а здесь только чемпиона. при убийстве ты начинаешь прыгать снова. Ну, еще можно прыгать на своего союзника, что интересно, потому что ты можешь следовательно приближаться к любому своему чемпиону и помогать ему убивать кого-либо. Урон тут тоже есть, правда, непонятно, как ты будешь прыгать на своего союзника и наносить урон, но это, видимо, в комбинации Е плюс Кью, чтобы ты нажимал Е Кью и наносил урон по всем вокруг. Очень классно будет выглядеть. W это, по сути, доставание меча на одну секунду. Она махает мечом нанося урон по врагам, каждого, которого задевает. Но при этом еще, ребят, там два удара написано наносят и каждого, кого задень, два раза может ударить. То есть, все, кто будет ставить в этом конусе, тут тоже, к сожалению, нет картинки. Но я так понимаю, это будет что-то по типу Фьоровского заклинания, потому что дальше написано, что она будет уничтожать любые миссайлы, которые в нее летят. Что такое миссайл? Это летящие заклинания. Чтобы вы понимали, какие летящие заклинания у нас есть, вспоминайте Ясу, вспоминайте Браума. Эти два чемпиона как раз таки блокируют все летящие заклинания. И она будет их отбивать. Отбивать имеется в виду дестроинг, именно уничтожая. А не так, что они в другую сторону полетят. А было бы забавно, отбивает противника джинкс ультует и сама себя убила. Было бы реально круто. Но так они не сделали. Урон здесь уже написан. Возможно, этот урон правильный от 20 до 80 с коэффициентом 80% прироста от АД. Здесь, кстати, магический урон на ее Ешке. 20% прироста от АД. Здесь был 1% прироста от АД. Или нет, 100% прироста от АД. Да, 100%. Возможно, эти числа правильные. Потому что здесь именно плюс 1 это 100% прирост от АД. То есть, собрал себе 100 АД плюс 100 сюда добавил. Но пока этим числам верить нельзя. А теперь идем к ее Эрке. Ее ультимативную способность она может прокастовать только если у нее есть стиль буковка С. Если она добралась до своего стайла с буковкой С. Что это такое, позже расскажу. Как говорится, через 30 секунд. Самира выпускает выстрелы вокруг себя и своего оружия. И начинает бить, ну, начинает стрелять по всем врагам вокруг в течение 10 раз в течение 2 секунд. То есть, 10 выстрелов в течение 2 секунд. Каждый удар наносит урон по врагу определенный. Ну, там, цифра Х. Здесь написано 10, 20, 30. И накидывает на нее лайфстил. То есть, она восстанавливает себе здоровье. То есть, это комбинация ульты Мисс Фортуны только вокруг себя. И комбинация восстановления здоровья, как у Офелия, была с его шурикенов. Ну, чтобы вы представили, как это выглядит. То есть, она стоит и начинает вокруг себя стрелять. Ну, только Катарина, которая крутится, кидает ножи. А это будет крутиться и стрелять из пистолетов вокруг себя. И все эти выстрелы могут тоже критовать. И написано прирост от АД 0,6. То есть, 60%. А что же такое рейтинг С? Почему она может давать ульту только при рейтинге С? И есть ли у этого заклинание КДР? КДР есть 3 секунды написано. Ну, я не знаю. Но написано 3 секунды. Будем верить, что это именно 3 секунды. То есть, она может кастовать это заклинание шестого уровня каждые 3 секунды. Правда, ей нужно рейтинг С заработать. А вот теперь идем к ее пассивке. Обратите внимание на эти буквы. F, E, C, B, A, S. Если мы прочитаем наоборот, то A, B, C, E, F. Почему-то буквы Т нет, но идея заключается в том, что это алфавит английский с буковкой С, которая обозначает, что ты выполнил все суперски. Именно такие буквы они используют во время сдачи экзаменов, во время обучения в школе. для школьников будет понятно. Для нас было бы непонятно, для нас это было бы 1, 2, 3, 4, 5 с плюсом. И вот это вот 5 с плюсом это S. Как ее заработать? Это шестой ее грейт. Самира, нанося разные комбинации, задевая врага атаками либо своими заклинаниями уникальными от предыдущего, набирает себе стиль. То бишь, ей нужно кого-то ударить кушкой, потом этого же ударить автоатакой, потом его можно ударить Ешкой, потом его можно ударить еще раз автоатакой, потому что предыдущее заклинание ты не повторяешь. И набираешь ты таким образом себе грейт S. Если ты его набираешь, то выдашь ульту. Учитывая, что надо 6 пройти путей, а у нее есть кушка, W, E, автоатака, то тебе надо будет 2 раза комбу выдать по противнику, либо как-то играть через КДР и выдавать как-то по-особому эти комбинации. Ну, то есть, ты не можешь сразу за один врыв сделать себе ульту. Тебе придется ее настакивать. Но, я думаю, это будет как раз-таки идейная механика, которая и легко будет добираться любой человек, который не понимает, как это делать, просто случайно будет до нее добираться. И профессионалы будут понимать, как до нее добираться именно через свои какие-то суперкомбинации. Что же тогда произойдет, когда она получает грейт S? Потому что за каждый грейт, за каждую оценку, которую она себе набирает, она увеличивает себе скорость передвижения с 3 на 3,5%. Скорость у нее передвижения начальная 3,335. Это довольно высокий показатель просто для декери. Она за каждый грейт будет еще увеличивать. То есть, после того, как она, видимо, потратит ульту, она теряет S и начинает с нуля. С буквы KF, то есть начальные показатели будут нулевые. Так вот, что же она получает? Самирина атака в ближнем бою, то есть, когда она подходит и наносит ударом, мечом, наносит магический дополнительный урон, увеличивая еще урон в зависимости от максимального запаса здоровья противника, только от потерянного запаса здоровья противника. То есть, чем больше противника здоровья, тем больше ты будешь урон наносить, но только если он уже потерял до этого. Самира атака по врагам, которые были уже под СЦ эффектом, которого подкинули, застанили, замедлили, зарутили, будет подкидывать его на 0,05 секунды. То есть, на полсекунды надо будет его подкидывать и наносить по нему разнотипные 6 автоатак. То бишь, вот он нам ответ. Это взрыв пассивки Кайса, к которому мы с вами привыкли. Когда Кайса видит, что твои союзники сделали подкидывание по всем вокруг, Кайса может туда ворваться и начинает свои пассивки сбивать. Помните, да? И вот то же самое у Самиры будет. Самира будет делать любую атаку по противнику, которую уже подкинут. И мгновенно набирать себе 6 таков. А 6 таков это означает, что можно давать вльту. Не стоит быть гением, чтобы догадаться, что надо брать для нее саппортов с разными СЦ эффектами. С туда Сона подойдет только из-за ультимативной способности. Ну а вообще, конечно, нужно комбинацию будет собирать под нее, чтобы она могла и прыгать по вам, и отхиливаться вместе с вами. Ну и Самира также может прыгать во врага. Вот эта вот важная пассивка, она очень интересно здесь написана, она не касается, я так понимаю, СЦ эффекта, а просто Самира приближается к врагу с 800 рейнджа, вот он, 800 рейндж, если хочет его ударить. То бишь, если человек стоит на рейнже от тебя 800, у тебя рейндж автоатаки 500, ты можешь нажать на него, удариться, Амира сделает рывок вперед и выстрелит в него. Если же он находится ближе к тебе, она достанет меч и ударит его мечом. Если же он от тебя убегает, ты можешь всегда чуть-чуть приблизиться на рейндж 500. Это довольно интересная механика, она есть у Иверна, как вы знаете, Иверна кидает кушку и приближает любого вашего союзника к этой цели. Он может прилететь именно на рейндж своей автоатаки, то есть на дальность, на дистанцию своей автоатаки. И у Самира это встроенная пассивка и мне нравится, что она здесь отдельно написана, потому что сначала я подумал, что это только по тем, кого она подкидывает, точнее, по тем, кто уже подкидывание, она его сама еще потом подкинет. Но здесь снизу написано Самара, Самира, дэш, рейндж, это касается абсолютно всегда, потому что это ее встроенная пассивка. Довольно интересный получается чемпион. Видно ли дисбалансность пока что? Да не сказал бы, что прям такая супер дисбалансность. Видно, что сложность чемпиона точно имеется, потому что в отличие от того же самого Йона, у которого слишком много отхила было, слишком простая механика даже для Ясо-мейнеров, они могут спокойно пересесть на Йона и почувствовать, насколько крутые могут быть чемпионы и рабочие, то у нее механика действительно сложная, много урона и мало защитных заклинаний, вот одно заклинание защитное, нет никакого эскейпа, кроме ее Ешкина союзника и надо еще что-то настакивать, чтобы постоянно наносить урон, это тяжело. Ну а так, ребят, уже сразу же выйдет на нее скин Псайопс, напоминаю вам, что есть видео, как заработать себе иконки Псайопс, есть видео, как можно заработать иконки Берджи и под Берджи как раз-таки подразумевался пятый чемпион, кто смотрел то видео, тот поймет сейчас о чем я говорю, это именно Самира пятый чемпион является, просто она еще не вышла, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играть будем за нее, а, кстати, да, последняя еще новость, чемпионшип ЛБ будет у нас все же, чемпионшип будет ЛБ и, соответственно, песня должна быть вроде как посвящена ей, потому что чемпионшип обычно скин, который делает этот скин, посвященный песне чемпионата мира, покупая Лебланк, вы будете увеличивать призовой фонд чемпионата мира, как это обычно и было, ой, я пойду умываться, потому что реально только проснулся и тут мне такая новость приходит, ну что ж, русская деваха, я абсолютно уверен, что это русский акцент, если кто-то скажет, что это не русский акцент, тогда объясните мне, что это за акцент такой, потому что всегда, когда я слышу комедиантов англоговорящих, всегда, когда я слышу пародистов англоговорящих, они именно так пародируют русский язык. Да даже имя ее, просто задумайтесь, СА-МИ-РА, это настолько неправдоподобное имя для англоговорящих людей, сочетание буквы мира, Ира, СА-начало, то есть, они обычно Сэй, СОУ, а тут СА, прям вот СА-начало, и мира концовка, то есть, ну, прям вот звучит по-русски. Ну что ж, за матушку, за березку, ребят, русский чемпион в Лиге Легенд, еще один добавляется у нас, я надеюсь, что так оно и есть, историю мы ее узнаем позже, сейчас пока история только есть то, что она из Шуримы, дома ее уничтожили, она пошла в Ноксус, гнобить всех и становиться королевой Ноксуса, вот такая она, одноглазая королева Ноксуса, скорее всего, потеряла глаз глубоко в детстве. Ну что ж, вот теперь ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ребят, доброе утро всем, доброй ночи, добрый вечер и добрый день тем, кого еще не видел. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова